Здравствуйте! Меня зовут Яков Кротов. Поговорим о мести. Мне от мщения и аз воздам. О мести и мстительности. Самая простая форма мести. Когда мы убеждены, что праведник процветает, а грешник гибнет мучительной смертью. Надо сказать, что в Библии мы найдем и это утверждение, и мы найдем вопль Иова. Почему? Я праведник, но я страдаю. А грешники процветают. Лучше всего это, конечно, Маршака под видом Шекспира, известный сонет «Зову я смерть, мне видеть не втерпешь» и Сталина, правящего в Британии. Ну, что-то в этом духе. Так вот, думать, что праведность Богом вознаграждается, а греховность наказуется – это суеверие. Думать, что греховность нарушает какие-то чакры, законы мирового равновесия и так далее – это еще худшее суеверие. Почему худшее? Потому что, ну, потому что о Боге можно знать не точно. В Бога мы веруем, но природу мы знаем. И зная природу, историю и так далее, мы твердо можем быть уверены, что нету зависимости между тем, каков человек морально, этически, и как он живет. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению. Я думаю, к счастью. В известной форме эта же проблема на Западе, ну, честное слово, каждый год издают 2-3 книги. Почему Запад богат? Почему золотой миллиард в основном – это Европа, Америка? А если кто-то из золотого миллиарда живет в Индии, он тоже вам не покупает себе дворец небольшой, или в России. Ведь на Западе огромное количество бедняков, которые, скажем, беднее меня. Вот я бывал во Франции, в Германии, мы даже арендовали машину, я тогда хорошо зарабатывал. И вот я понимаю, что я богатый турист, а мне подойдет официантка, француженка, и она живет вот в этом доме, в мансарде, на 10 метрах. Она беднее меня. Это очень неприятно. И самое неприятное воспоминание, одно из самых в моей жизни неприятных, я оказался у французского посла в Москве. Меня пригласил покойный Никита Струба. Это был как бы его гонорар за одну статью в его журнале. Денег-то у него не было, он был бессеребрник. И, ну, обеду французского посла. И там были лакеи, которые стояли за моей спиной, а дым и менял блюдо. Я чувствовал себя как идиот или преступник, или то и другое в месте. Ну, как можно? Я сижу, он стоит, он мне подает. Я никогда в жизни в ресторане-то не был. Ну, во всяком случае, нет, бывал на защите шефа. Но чтобы за спиной все время кто-то стоял, ну, это совершенно невыносимо, ужасно. Французы. Так вот, возвращаясь к мести. И грешник сидит за столом, а праведник ему подает. В конце концов, это и есть литургия. Мы пришли грешные, и вот мы на литургии. А Господь нам дает и говорит, примите, едите. Это есть тело мое, которое сейчас за вас будут терзать. Это моя кровь. Меня проткнут, она польется ради вас. Так сохраняется человеческая свобода. И Запад часто пишут в книжках. Он богат, потому что он исповедует идеалы демократии и свободы. Идеалы идеальные приносят процветание. Накуся-выкуся. Не приносит. Процветание Запада в 20 веке – это точный результат не столько свободы, сколько империализма и колониализма, большевизма и прочих нехороших излишеств. И марксизма. Ну, Россия-то процветала тоже ведь за счет эксплуатации. Тем не менее, Запад не сводится к империализму. И, конечно, технический прогресс на Западе – это прогресс не буржуями организован, и уж тем более не военными. Это прогресс Коперник, Ньютон. Это люди, жертвовавшие собой ради познания. А значит, люди свободны. Только свободный человек стремится к познанию. Раб у него нет на это импульса и сил. А если есть, он уже на пути к свободе. И сегодня очень легко себе представить, что тоталитаризм китайского типа, ленинского типа, еще какого, победит. В Америке придут к власти какие-нибудь такие персонажи типа Трампа в Кубе. И будет такое либертарианство, что опять рабовладение введут. Частные суды, частные армии. Все может быть. В этом смысле свобода, как велосипед, который нужно крутить, иначе он упадет. А несвобода – это как глыба, которая вот валяется, и все. И точи ее капли-капли, пока не сдохнешь. Так вот, Бог, Он спасает нас не тем, что раздает конфетки хорошим и оплюхи плохим. Он спасает нас тем, что приходит к нам, и к хорошим, и к плохим, и живет рядом с нами, рядом с душой каждого. Это месть? Нет. Это любовь. Это прощение? Нет. Это любовь. Он может и простить. Наказывает ли он? Думаю, что нет. То, что мы называем наказание Божие, ну, в сущности, это как бы поучение Божие, но, я не знаю, даже наша смертность, вот главное наказание. Почему я не бессмертный? Почему меня сразу, вот я крестился и сразу на небо? Это наказание? Нет. Это дар Божий. Только я его не ценю. Это для того, чтобы я научился любить людей здесь. Вы понимаете, почему церковь плохо относится к гаданиям? И не только церковь. Нормальные все люди. Потому что человек рожден для вечности. Вечность – это вечные неизведанные впереди, вечные новые впереди. Поэтому она терпима, поэтому она интересна, поэтому там хорошо. Жизнь наша земная, скучна и унылая, когда мы начинаем понимать, что впереди. Что все будет то же самое, по секрету скажу. И вот для того, чтобы привыкнуть к существованию, где все впереди и неожиданное, нам дана эта земная жизнь. Надо жить неожиданно, надо радоваться неожиданному. А когда мы хотим мести, когда мы рисуем схемы, кого Бог накажет за то-то, кого Бог наградит за то-то, мы исключаем неожиданность любви, творчества, свободы, неожиданность Бога из нашей жизни. Давайте ее не исключать, а включать, чтобы она светилась, чтобы она работала. Мне отмещение и азвоздам. Когда Толстой начинал писать Анну Каренину, а эпиграф, он взял эти слова, хотел показать, вон, блудливая бабенка вышла за гвардейского офицера и погибла. А чем кончил Толстой? Он полюбил Анну Каренину, потому что он понял, что она сделала то, что он сам всю жизнь хотел сделать. Ушла из дому, ушла от лицемерия, ушла от своего греха. И дай Бога нам уйти. Уйти в церковь, не уходить там под поезд, бросаться. Церковь – это вот еще паровоз. Он не стоит и не летит. Он ожидает. Счастливо. Яков Кротов. Мой сайт jakov.ex. Я постараюсь эту программку тогда выкладывать, давайте в понедельник, скажем, в 20-30, по понедельникам. Я есть в Фейсбуке, я есть на сайте Патриот, ООН, я туда перемещаю видео с Ютьюба. Ну, всякие координаты, значит, тоже смотрите. Не унывайте, продолжаем путешествие по карантину. Всем счастливого Арбинзона Круза. С Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова